Вызывайте такси 7606, получайте скидки, бонусы, кэшбэки. В Минске. Королева диска. Легендарная СиСи Кэтч. Грандиозное четырехчасовое шоу. Дискотека СССР. Участвуют Михаил Жуков, руки вверх, Александр Добрынин, Ля Буш. Группы. Комбинация. Божья коровка. Игорь Саруханов, Лена Катина, Тату. 22 февраля. Минск. Арена. 4 апреля в Минск. Арене состоится первый сольный концерт музыкального феномена Димаша Кудайбергена, всемирно известного казахстанского исполнителя и мультиинструменталиста. Димаша называют лучшим голосом планеты. В его голосе умещается баритон, тенор, альтино. Это мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет 6 октав. Он играет на 7 инструментах и поет на 9 языках. А ему всего 25 лет. Казахстанский чудо-голос «Космический мальчик Димаш» выступит 4 апреля в Минск. Арене 19.00. Вечерний квартал уже многие годы является самым популярным шоу на украинском телевидении, традиционно собирая у украинов миллионы зрителей. В Минске концерт состоится 24 марта 19.00 в Дворец Республики. Автор песен сопрано, капкан, когда исчезнет слово, абсолютно все, день и ночь, мама, я в Дубае, обладатель всевозможных престижных музыкальных премий, мод, возвращается в Минск. 26 марта на площадке Минского Прайм-Холл артист лейбла Black Star растопит сердце каждого гостя после долгой зимней спячки. 26 марта, Прайм-Холл, сбор гостей в 19.00, начало концерта в 20.00. Самая популярная рок-группа современности B2 выступит в Минске 6 июня со своим лучшим шоу под названием New Best. Концерт состоится на новом стадионе Динамо. На этой площадке группа будет выступать впервые и ожидает рекордное количество зрителей – 35 тысяч человек. На концерте прозвучат как новые песни B2 из альбома «Горизонт событий», так и все главные хиты группы, которые любят и знают миллионы. 6 июня, стадион Динамо, 18.00. Премьера новой программы самого смешного и жизненного шоу на ТНТ «Однажды в России» уже скоро будет в Минске. Актуальный юмор, любимые артисты и море положительных эмоций. 25 апреля, 19.00, концертный зал Минск. Теперь поговорим о самых крупных мероприятиях этой недели. Все мы ждали и дождались. Телеведущая, актриса, дизайнер, певица. На данный момент она является самой популярной дивой на ТВ и в интернете. Ольга Бузова, абсолютный лидер в России в Инстаграм, по количеству подписчиков выступит с сольным концертом в Минске. 22 февраля, 19.00, Falcon Club. Спектакль 19.26 с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым пройдет в Минске. Актеры воплощают на сцене перипетии одного из величайших романов 20 века. Сюжеты мультимедийного музыкального спектакля 19.26 стали отношением Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Незримая нить связала двух величайших поэтов, разнесенных по двум разным концам земли более 10 лет. Спектакль 19.26 пройдет 20 февраля на сцене концертного зала Минск 19.00. С 6 по 23 февраля в Минске пройдет гастрофест кофе. В двух десятках кофеен две недели будут давать специальные сеты из какого-то интересного кофе и десерта. И все это будет стоить 7 рублей. Полный список кофеен ищите в интернете. 23 февраля на сцене Минского Falcon Club Сергей Михалок впервые представит Дрезден в концертном формате. 19 февраля 2018 года появилась информация о том, что Сергей Михалок, лидер Брутто, а также ряда других групп организовывает новый электронный проект, для формирования ядра которого он уже заручился поддержкой гитариста Океана Эльзы и продюсера Виталия Телезина. По словам Михалка, он всегда был поклонником «Новой волны», и в частности немецкой «Новой волны», и таил мечту создать свою группу в этом жанре. 23 февраля Falcon Club 19.00. 21 февраля состоится большой сольный концерт Дениса Клявера в Минске. Видео на песню «Когда ты станешь большим» Денис Клявер собрал рекордное количество известных отцов, а песня полюбилась всем его поклонникам. 21 февраля концертный зал Минск 19.00. Теперь поговорим о кинопремьерах этой недели. На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм «1917» получил 10 номинаций и выиграл 3 «Оскара», в том числе за лучшую операторскую работу. 1917 год. Разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем? Смотрите картину во всех кинотеатрах Минска до 21 февраля. Еще один номинант на премию «Оскар». В минский прокат вышла криминальная драма «Ладжа. Ли. Отверженные». Лоран по прозвищу Пента – новичок в криминальном подразделении полиции Сен-Денни. С пушкой в кобуре и дубинкой в руках Пента и его новые соратники творят на улице района то, что они называют справедливостью. Смотрите картину во всех кинотеатрах Минска до 20 февраля. Самые неотразимые и бесстрашные девушки – Готэм-Сити. Безумная Харли Квинн, Рене Монтоя, Черная Канарейка, Охотница и Кассандра Кейн объединяются в одну команду. Они покажут, на что способны, развязав войну с самым криминальным королем – Романом Сионисом. Смотрите картину «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» до 19 февраля во всех кинотеатрах Минска. Продолжение полюбившегося фильма «Лед». Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились, и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет необразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Картина в прокате во всех кинотеатрах Минска. Свете не везет с отношениями. Она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать робота ей. Ведь девушка неожиданно влюбилась в технический дефект, приняв его за проявление личности. Смотрите картину «Неидеальный мужчина» в прокате до 20 февраля. В Минский прокат вышла картина режиссера Гая Ричи, фильм «Джентльмены». Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, Придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья, обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, На его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев. Картина в прокате до 23 февраля. На сегодня у меня все. Надеюсь, информация кажется вам полезной, и вы сможете найти свое мероприятие по душе. Программу подготовили. Кристина Агинская, Владимир Мухортов. Партнер программы «Такси 7606». Съемка программы «Поговорим плюс ТВ». Продюсер программы Андрей Буяльский. Всем пока и до встречи на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь.